Впрочем, в 21 веке и география перестала быть незыблемой. С одной стороны, возникают идеи проложить новые каналы. В Турции или, например, в Никарагуа. С другой, климатические изменения способны создать новые судоходные пути. Да и сухопутные маршруты подвижны. О мировых грузоперевозках поговорим с их знатоком, Алексеем Безбородовым, управляющим партнером компании «Инфропроекты». Алексей, как меняется география грузоперевозок в последние 10 лет? Можно ли сказать, что какие-то направления набирают обороты, какие-то наоборот? Ну и, естественно, по последним событиям, повлияет ли этот казус в Советском канале на динамику изменений? Грузопоток, он, по сути, не меняется таким глобальным образом. Но все идет к тому, что все сигналы показывают нам, что идет изменение. Китай уходит в производство все глубже и глубже более дорогих товаров. Юго-восточные страны, которые южнее Китая находятся, получают инвестиции от Китая, развивают более дешевые производства. Это уже смещает определенным образом грузопотоки. И, по сути, на самом деле, сегодня самый напряженный грузооборот по всем группам товаров – это грузооборот в части Тихого океана, который примыкает к Китаю от Японии и до Сингапура. По-хорошему, есть масса всяких разных новых вариантов для движения грузов. Это и через Российскую Федерацию транзит, и много чего еще. Но пока Суэцкий канал остается основной артерией снабжения и по всем видам товаров и сырья для Европы. Ну вот этот эпизод, забавный или не очень, в Суэцком канале, он, конечно, привлек всеобщее внимание, но, я так понимаю, какого-то переворота, революции он не сделал, в конце концов, никакой катастрофы не случилось. Ну, люди убедились в очередной раз, что морской транспорт – это по-прежнему остается одним из самых рисковых транспортов. По-прежнему происшествие на море, количество и их трагичность, включая фатальную трагичность для людей и грузов, оно по-прежнему остается очень высоким. То есть у нас, если брать расчеты страховых компаний, то в процессе перевозки теряется до 0,3-0,4% всех грузов. По контейнерам это 0,1-0,2%, они просто теряются, да, они попадают в море, либо корабль безвозвратно исчезает, либо в процессе такого вот события, как это произошло в Суэцком канале, да, слава богу, что технологически и технически все быстро разрешилось, но в теории корабль мог накренеться, и с него могло упасть значительное число контейнеров, и тогда бы мы разбирали бы эти завалы, ну, не мы, естественно, а египтяне с помощью европейских инженеров, разбирали бы эти завалы, ну, несколько метель, как минимум. Страховки и, так сказать, все дополнительные сборы, которые платят грузовладельцы за перевозку, будут продолжать расти, потому что риски продолжают расти. Количество судов растет, количество перевозимых грузов растет, это неминуемо ведет все к новым и к новым авариям и проблемам. Ну да, как пел любимый исполнитель моего детства Эдуард Хиль, морские медленные воды не то, что рельсов два ряда. Вот по поводу рельсов вы уже упомянули, перевозки через Россию, насколько железнодорожные контейнерные маршруты являются и будут альтернативой морским? Ну, естественно, нас прежде всего интересует, что в Евразии происходит. Если брать историческую, если брать респективу всей ситуации по контейнерным перевозкам по железной дороге, особенно что касается России и Советского Союза, то они стартовали еще в 1974 году, когда Япония активно торговала с Европой и, в первую очередь, с Германией. И вот этот маршрут Япония-Владивосток-Порт-Восточный и далее через весь Транссиб на Германию, он был один из самых популярных среди всех маршрутов транспортных для грузовладельцев. Проще говоря, к 1985-1986 годам НПС СССР держал около 18% от грузооборота между Японией и Европой. И это значимые цифры, к которым мы пока еще только продвигаемся. На сегодняшний день Россия по всем видам маршрутов, и те, которые идут через Казахстан, и те, которые идут через наши пограничные посты с Китаем, держит где-то порядка 10%. В этом году будет миллион условных контейнеров в обороте. Это не хорошо, не плохо, но в целом получается, что российские железные дороги, вместе со всеми своими партнерами, которые участвуют в перевозке, являются основной силой, если брать в пересчете, сравнивать отдельно с крупными судоходными компаниями типа «Майерска», «Медитариан Шиппинг Кампании» и так далее. То есть, по сути, РЖД заняло прочную нишу в перевозках, а в основном это самые дорогие товары, в основном это товары, которые грузовладельцы не любят, чтобы ходили по воде в влажности и жаре и так далее. Поэтому здесь мы активно развиваемся. Российская Федерация и компании, которые работают у нас, вложили миллиарды уже рублей в инфраструктуру, еще будут складывать миллиарды рублей. И на сегодняшний день реальность такова, что к 18% старой той торговли Советского Союза и помощи Советского Союза европейцам и японцам, мы придем к 20% помощи торговли Китая и Евросоюз. И эти 20%, это около 2,5 миллионов условных контейнеров, это будет серьезным подспорьем как для бюджета РЖД, так и, собственно говоря, для всех компаний. Плюс растет очень хорошо профессионализм внутри страны, задействованы тысячи людей, создаются тысячи рабочих мест, от вагоностроителей до стандартных перевозческих контор и так далее. То есть здесь очень хорошая поляна для развития, в том числе, внутрироссийского бизнеса. Ну это отрадно слышать. Еще, опять же, в связи с советской ситуацией, на совещании правительства России только что обсуждались перспективы Северного морского пути. Есть ли какие-то оценки более-менее реалистичные? При каких условиях и когда этот маршрут может оказаться активной альтернативой? Ну, если сравнивать с Транссибом, то, конечно, тут до возникновения какой-то альтернативы пока еще достаточно далеко. Очень много работы организационной, коммерческой, просветительской на Западе и на Востоке предстоит Росатому и всем, кто в этих проектах участвует. Но и очень большие инвестиции требуются. Все-таки инвестиции в арктические порты это, ну, как скажем так, в два раза должны превышать аналогичные инвестиции в обычные порты. Это первая. Вторая программа, которая на сегодняшний день имеет Росатом, это построить контейнерный терминал в Мурманске и расширить контейнерный терминал в порту Восточной рядом с доходкой. Они планируют, что в 2024 году они смогут перевозить уже около полумиллиона условных контейнеров. Но, к сожалению, скорее всего это не случится по той простой причине, что очень много предстоит именно просветительской работы. То есть просто так взять грузовладельцу и продать этот маршрут достаточно сложно. Ну, естественный вопрос, поскольку мы все время констатируем, в общем, рост международной напряженности по разным линиям и в разных сферах. Насколько вопрос безопасности, там, не знаю, начиная от пиратов, о которых одно время много говорили, и заканчивая просто военно-политическим обострением между крупными странами, которые тоже нельзя исключить, насколько это влияет сегодня на грузоперевозки. Малакский пролив – территория, где пиратские традиции тянутся еще с 13 века. В очередной раз проблема нападения стала острой во второй половине 90-х. Тогда же местные пираты попробовали не только грабить, но и захватывать заложников. В итоге ВМФ Индонезии, Малайзии и Сингапура выработали совместную тактику для борьбы с пиратами и решили проблему. В Нигерии местные повстанцы избрали нефтяные танкеры в качестве уязвимой цели, но это скорее часть наземной гражданской войны. Относительно малоизвестный пиратский регион Гвинейский залив на западе Африки. Здесь пираты даже высаживались на берег, чтобы попытаться ограбить столицу экваториальной Гвинеи. В Латинской Америке есть определенные угрозы для путешественников со стороны речных пиратов бассейна Амазонки. Так, в 2001-м был убит знаменитый новозеландский яхтсмен Питер Джеймс Блэйк. И, наконец, сомалийские пираты, которые печально прославились захватами больших кораблей. Например, контейнеровозов Майерск-Алабама и танкеры Московский университет. Про обе истории снято неплохое кино. Проблему удалось решить во многом благодаря сухопутным и морским частным военным компаниям. Пираты сами превратились в добычу. За риск пиратства люди до сих пор оплачивают страховки. Когда, если проходят, условно говоря, по Индийскому океану рядом с Сомали, они всегда оплачивают страховку. Они всегда оплачивают военные страховки. Если случись, что в Персидском заливе какая-нибудь даже самая мелочь случается, все равно начинают сразу расти страховые сборы. То есть это никуда не делось. Это постоянно происходит. В разные периоды по-разному. Но, тем не менее, все это наличит. То, чего на самом деле на Транссибе, на российских железных дорогах, вообще на пространстве 15-20, ну, с 90-х годов уже, слава богу, давным-давно не случалось. Если случается, ну, прям это ЧП международного масштаба, о котором все говорят. Но, слава богу, последние, еще раз повторюсь, лет 15 не было событий с воровством или какими-то крупными авариями. Слава богу. Поэтому для нас, для Российской Федерации, по сути, страховых сборов как таковых нет, потому что все риски оплачивает РЖД. И в случае потери груза он обязуется все оплатить. Очень вы нас вдохновили. Спасибо. С нами был Алексей Безбородов из компании «Инфропроекты». «Инфропроекты».